Здравствуйте, уважаемые телезрители. Продолжается вечер на телеканале Видное ТВ. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы работаем для вас в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях главный врач Видновской районы клинической больницы Бутай Бутаев и заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Тимур Асанов. В ближайшие 40 минут мы подведем итоги прошедшего года и расскажем, что ждет жителей в сфере здравоохранения в этом году. Бутай Гайдарович, Тимур Бутасирович, добрый вечер. Добрый вечер. Предлагаю наш разговор начать с сюжета. В минувшем 2022 году много хороших новостей в нашей медицине. Главная победа – это, конечно, открытие новых медучреждений. В частности, это поликлиника с дневным стационаром в жилом комплексе «Зеленая лея». Давайте посмотрим материал. Когда проходили лицензирование и экспертизу в Роспотребнадзоре, то здесь ни одного практически замечания не было, поэтому легко мы и вышли с этим. Пойдем еще дальше. Небольшую экскурсию для местных жителей, депутатов, руководства округа и заместителя министра здравоохранения Подмосковья Елены Зинатулиной проводит главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев. Актуальное уже расписание. Мы видим на 9, 10 января, 12 января и так далее. Практически на весь январь уже с конкретными врачами, в какое время работают, в каком кабинете. Несколько лет жители микрорайона «Зеленые аллеи» мечтали о том, чтобы у них появилась своя поликлиника. Добираться до других, особенно пожилым людям, было нелегко. Весной начала проходить диспетризацию и вынуждена была бросить, потому что далеко ездить. Ездила на расторговую дневную стационар. Тоже очень далеко, очень подручно, нужно было с пересадками и все прочее. Дом, в котором расположена поликлиника, был возведен еще в 2018-м. А вот строительство амбулатории был дан старт лишь в начале прошлого года. Долгожданная поликлиника. Поистине новогодний подарок для жителей ЖК «Зеленая аллея». Сегодня мы ее, как и обещали, открываем в конце года. И уже завтра, 31 декабря, здесь начнется прием. Застройщик возводил поликлинический комплекс в строгом соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения. Работа велась в тесном контакте с руководством округа и ВРКБ. «И на память себе мы сочек можете оставить. Теперь жителям доступны врачи-терапевты, невролог, эндокринолог, офтальмолог, лор, хирург, травматолог, а также процедурные кабинеты, УЗИ и дневной стационар. Лечебное учреждение полностью укомплектовано необходимым оборудованием». «Дефицита в Ленинском городском округе по амбулаторно-поликлинической сети, именно мощностей поликлиник, в действительности не хватает. И поэтому эта долгожданная поликлиника на особое сечение смену является одним из таких нужных, необходимых объектов здравоохранения, которые будут оказывать квалифицированную помощь и тем самым улучшить доступность оказания медицинской помощи в городе». Сегодня в микрорайоне «Зеленая аллея» проживает около 12 тысяч человек, а потому уже на праздниках жители начали активно записываться на прием и посещать врачей. На сегодняшний день в новой поликлинике уже побывало более 300 пациентов. «Не надо будет так долго ходить, подолгу ждать своего врача, чтобы попасть к специалисту. Очень тяжело. Мы довольны, мы рады. Спасибо большое всем, кто помог, кто принимал участие в строительстве». Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Получается, около месяца уже работает эта поликлиника. Насколько она загружена? Охотно ли туда идут люди? Ну, во-первых, она очень долгожданная. Не один год ждали жители поликлинику, особенно у себя рядышком, под боком, можно сказать. И когда мы ее запускали, эту поликлинику, то мы постарались сделать так, чтобы ее наполнить максимально разным оборудованием, разного вида помощи, в том числе и специалистов. Вот отсюда, потому что вот в том виде, в котором мы ее увидели по наполняемости, она была совсем другой. И она была заточена совсем по-другому. Но понимая необходимость определенных исследований, консультаций, мы именно этим жителям, потому что мы проводили мониторинг именно жителей этого микрорайона, которые обращались во взрослую поликлинику, другие наши подразделения. И именно составили его так, поставили максимально наполнить, и вот именно по необходимости этим жителям. Ну, в частности, какие врачи там принимают, какие исследования можно сделать? Давайте расскажем об этом. Ну, вот в сюжете было все видно. Это, значит, это и УЗИ, это и, значит, и офтальмолог, это и хирург, и травматолог. Мы специальную зону сделали, вот как раз таки ввели и травматолога, и хирурга со своими перевязочными. Это и дневной стационар. Поэтому, ну, думаю, что это все самое необходимое, безусловно. Если это необходимо, тяжелое оборудование, значит, доступность у нас есть до таких вот подразделений, как взрослая поликлиника, либо стационар. Вот, все остальное будет там все оказываться им. Это один из новых объектов, которые появились в 2022 году. Какие еще распахнули свои двери? Ну, помимо этого долгожданного, у нас еще открылся офис врачебной практики в пригороде Лесном. Там действительно, хотя этот объект, он не был запланирован в самой, в проекте этой стройки, но понимая, что те самые поликлиники, которые запланированы, они будут вводиться через какое-то время, через несколько лет. Поэтому, значит, вот в разговоре с администрацией, значит, застройщик, понимая эту ситуацию, он открывал этот, открыли этот офис врачебной практике. Тоже достаточно оснащен по современному, по тому брендбуку, который у нас действует на территории Московской области от Министерства здравоохранения. Ну и, как во всех остальных наших подразделениях, мы, безусловно, создали условия, чтобы там еще и приезжали туда бригады узких специалистов. Это такое вот интересное направление, которое мы действительно видим, что и востребовано в нашем городском округе. Тем не менее, этот район очень густонаселенный, и там, наверное, планируется и открытие какой-то большой, скажем так, поликлиники, да, какие-то. Расскажите о планах. Совершенно верно, да, там планируется открыть поликлинику на тысячу посещений, это 500 взрослого, 500 детского. Значит, мы медико-техническое задание на постройку этой поликлиники отработали, разработали, согласовали с Министерством здравоохранения, с застройщиком, поэтому, ну, ждем, скоро должно быть, и, опять-таки, от застройщика, по инициативе застройщика, они передвинули постройку этой поликлиники на два года вперед. Ну, вот мы плавно перешли к планам, а что в 2023 году ждет наших жителей, какие новинки, новшества? Ну, мы постоянно что-то придумываем. Главное, не останавливаться на месте. Мы постоянно что-то придумываем, и, видать, это уже у нас какая-то особая наша репутация, и поэтому пилотные проекты, которые реализовываются на территории Московской области, мы во всех практически участвуем. Значит, из тех, которые открываются, это амбулатория в Боброво на 100 посещений. Это 2023 год? 2023 год. Это, значит, помимо этого у нас открывается центр, модульный центр диспансеризации на территории стационара, отдельно стоящее здание, и у нас открывается, вот, опять-таки, о новых проектов, у нас есть достаточно интересный проект, это отделение обслуживания вызовов на дому, где все вызовы будут производиться именно этим отделением, и вот это подразделение у нас открывается в жилом комплексе «Брусник». Вот уже начали поступать вопросы, и в продолжение темы поликлиники в Зеленых аллеях, Любовь Морозова пишет, я живу на строительной, сестра на школьной, можем ли мы посещать поликлинику в Зеленых аллеях, все из других районов? Конечно, могут. Жители нашего городского округа могут записаться в любую, в любое наше подразделение, удобное для них, вплоть до того, что если они находятся по каким-то обстоятельствам в области этого подразделения, они могут записаться туда и прийти, конечно. То есть житель поселка Володарского может посетить Южную поликлинику? Конечно, может. Сергей Бакушкин спрашивает, когда будет в Винновской поликлинике будут талоны к узким специалистам, таким как УЗИ-рентген, ожидание без талонов до двух недель. Есть проблема такая? На определенные виды врачей и диагностические исследования осуществляется запись через лечащего врача. Поэтому если мы говорим вопрос про УЗИ и рентген, то на данные виды исследования направление формирует лечащий врач. Сейчас мы предприняли все необходимые меры для того, чтобы сократить срок ожидания получения необходимой медицинской помощи, диагностических обследований в рамках государственных гарантий Московской области. Поэтому проблем сейчас каких-то крупных в этом нет. Обязательно на любые виды исследования нужно получить направление лечащего врача, так как врач может определить точно, какой вид исследования необходим и необходим ли вообще. Тем не менее, какой норматив, допустим, лечащий врач выписывает? В какие сроки человек может попасть на УЗИ, например? Есть срочные. По срочности врач назначает, и исследования проводятся сразу же. В этом проблем тоже никаких нет. Если мы говорим про плановую медицинскую помощь, то она должна быть оказана в рамках 14 дней. Наталья Журавлевой, Видновчанка, спрашивает, закрыли амбулаторный центр на Строительные улицы, будет ли он открыт вновь? Жители очень ждут. Ну, думаю, что нет. Мы очень ждали открытия амбулатории «Зеленый аллей». Дело в том, что там есть свои сложности, в том числе и санэпидемиологического характера. И опять-таки, мы постарались в «Зеленых аллеях» дать наполнение и расстояние от той же самой строительной доступности. Она достаточно небольшая, поэтому там мы возобновлять работу не будем. То есть всех ждет новая поликлиника, в том числе и жителей строительной. Ждет новая поликлиника в «Зеленых аллеях». Да, она работает и ждет своих посетителей. Еще одна большая победа – это центр экзопротезирования пациентов с ампутированными конечностями. Я хочу акцентировать, что это первый не просто в регионе, а это первый в стране подобный центр. В чем его уникальность, какие услуги он предоставляет и кому? Ну, во-первых, этот центр был открыт по поручению нашего губернатора Андреевича Воробьева. Он открыт на базе стационара. Пациенты, это не отдельное состоящее здание, это пациенты, которые находятся в этом центре, они будут лежать и лежат в гнойной хирургии. Если там есть гнойные какие-то раны, ну, если они чистые, то, безусловно, в травматологическом отделении. То есть смешения таких процессов быть не должно. Далее, значит, в этом центре у нас имеется достаточно хорошая реабилитационная база с достаточно очень современным оборудованием. В том числе есть инструкторы, психологи. И чем он должен заниматься? Он должен заниматься устранением порочности культии. Если это необходимо, то это заживление ран. Если это необходимо, то это реампутация. Любых конечностей, верхних, нижних. Опять-таки, какое-то консервативное лечение, локальное в том числе. И не только. И для того, чтобы подготовить культуру для протезирования. Далее, значит, в рамках этого центра мы можем оформить в течение нескольких дней, три дня, если запланировано в течение трех дней, группу инвалидности инвалидам, если это необходимо. В том числе и с выдачей картой. ИПР, индивидуальная программа реабилитации. Опять-таки, направляем документы ФСС, которые обеспечивают финансированием протезное предприятие, которое протезирует этих пациентов. То есть, достаточно такой замкнутый цикл, где не нужно будет гонять маломобильных пациентов по разным учреждениям. В том числе, значит, из-за того, что они маломобильные, они могут получать курсы терапии, которые им необходимы при каких-то хронических заболеваниях, проходить обследование, лечение. Все в условиях стационара. Действительно, этот центр, таких аналогов нет. Есть у нас отдельные протезные предприятия, есть там отдельное подразделение в разных учреждениях лечебных, которые занимаются там ампутацией, ну и так далее. А здесь у нас все в одном виде, в одном месте. И он действительно уникален этим. Это он рассчитан на, в первую очередь, на гражданское население. Потому что у нас достаточно идет большое количество ампутаций, куда они дальше деваются. Они, значит, получают те же самые протезы амбулаторно. Опять-таки, не всем им удается в дальнейшем пользоваться этими протезами, потому что не всегда удается освоить ходьбу на протезе. А мы вот как раз-таки все эти условия предоставляем. Ну и, безусловно, значит, у нас, мы знаем, что у нас идут военные действия. Они всегда шли от разные компании, в том числе и афганской компании. И все равно те военные, которые переходят, комиссуют которых или увольняют из вооруженных сил, они все равно приходят в гражданские больницы, где им нужно периодически менять эти протезы. И вот по поручению губернатора, значит, создать этот центр нужно. Мы его создали для того, чтобы мы были готовы к такой ситуации. Ну, такая высокая медицина, вот, скажем так. Какие там биопротезы? Наверное, это какие-то мировые производители. Нет ли сейчас, ну, в достаточном ли они объеме? Нет ли какой-то нехватки? Вот это же тоже очень важный вопрос. Очень важно. У нас, на самом деле, вот, мне раз это подчеркивали, и те люди, которые пользуются, значит, вот этими услугами, они видят, что проблем с финансированием в нашей стране для таких пациентов нет. То есть, государство достаточное количество денег выделяет на любые протезы, которые нужны будут для этих пациентов. Это в том числе и бионические протезы, в том числе и механические протезы. Здесь сугубо индивидуальный подход. Потому что вот есть, что такое бионический протез? Это, значит, протез или узел этого протеза, который соответствует суставу, будь то коленному, будь то голеностопному, который, значит, работает, получая импульсы от мышц, значит, находящихся в приемной гильзе сустава, протеза. Значит, вот, хотим мы сделать движение ногой рукой, мы напрягаем определенные мышцы. Находятся датчики, они считывают эти импульсы и передают на этот узел, который помогает двигаться протезу. Вот, поэтому здесь в этом плане проблем нет. Что касается протезных предприятий, тоже их достаточное количество. Есть и очень крупные, в том числе и те, которые используют комплектующие российского производства. А есть и крупные, значит, иностранного производства, и, ну, такие, как, например, «Отобок», например, «Блэджфорд». И проблем с поставками, сам лично встречался со всеми руководителями крупных этих предприятий, и, понимая их работу, значит, проблем с поставкой комплектующих сейчас нет. Поэтому думаю, что если мы все это сделали, и самое главное, все подбирать индивидуально. Ну, и люди, соответственно, приезжают со всей страны к нам, видно. Да, 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 имеет такую возможность. Тимур Мадонисирович, наверное, вопрос к вам. Почему в Виднорской поликлинике врач-пульмонолог принимает всего лишь раз в неделю, по три часа в день на весь Ленинский округ? Да, врач-пульмонолог. У нас нехватка врачей-пульмонологов. Ну, конкретно врачи-пульмонологи – это достаточно редкая специальность, если мы говорим про регион московский. Поэтому мы сейчас нашли доктора, который имеет соответствующий сертификат. Это доктор-совместитель. Она принимает действительно пока один раз в неделю, но уже совсем скоро у нас устраивается врач на ставку, врач-пульмонолог, и будет принимать, как и должно быть, с понедельника по пятницу, плюс там будет рабочая суббота, согласно графику. Поэтому проблемы с пульмонологом тоже будут ликвидированы. Но в любом случае, если у нас отсутствует запись к нашему пульмонологу, который принимает раз в неделю, мы направляем на следующий уровень медицинской организации. Это в Манеке, куда запись доступна. Иногда бывают, конечно, были сложности в плане записи, тоже в период заболеваемости, потому что медицинские работники тоже болеют, находятся на больничном листе. Но вот новый врач буквально уже скоро, с февраля, я думаю, что выйдет на работу и будет полноценный. Тогда будет уже два врача, это покроет все? Конечно. Кроме того, мы врача-пульмонолога планируем включить в состав выездных бригад узкопрофильных специалистов в отдаленные амбулатории, в том числе в зеленые аллеи будет доктор выезжать. То есть мы составим график приема во взрослой поликлинике и выезды, когда будет собираться определенное количество людей на данной территории, будет выезжать врач. Похожий вопрос, только теперь физиотерапевт. Любовь Аверьяновна пишет, назначили процедуру к физиотерапевту и запись лишь на март, потому что нет мест. Как можно лечиться в таких условиях? Мы провели некую реформу физиотерапии, это еще было даже не прошлый год. То есть раньше было как все, по привычке, пришли в 8 утра, всех загнали, по-другому не могу это сказать, потому что я возмущался по этому поводу очень сильно, загнали в кабинет, в котором там несколько кабинок, отстрелялись и все. Опять-таки у меня были обращения от жителей по этому поводу, когда говорили о том, что вот мы не можем на физиотерапию попасть, вы закрываете и так далее. Нет, мы предоставили, ну хорошо, вот вам удобно в 8 утра прийти на физиотерапию? Говорит, нет. Я говорю, ну а сколько вам удобно? Говорю, в 2. Вот для этого все и сделано. У нас есть расписание в ЕМИАС, где кабинет физиотерапии работает с утра до вечера. Соответственно, пациенту, если ему назначили физиотерапию, он может записаться в удобное для него время. Это не утро, это может быть там обед, после обеда и так далее. Поэтому здесь такие возможности есть. Если есть какие-то, значит, может быть, люди не знают об этом, да, или вот, если у него есть какой-то вопрос, то, безусловно, мы сможем это ответить, и в том числе через колл-центр, либо через горячую линию главного врача. Может, уже индивидуально. То есть через ЕМИАС все физиопроцедуры, они все доступны, никакой не марта, как положено все? Ну да, если, допустим, опять к слову о том, где может получить помощь пациент нашего городского округа, если он понимает, что там, условно говоря, в этой амбулатории физиотерапия заполнены все ячейки, ну вот здесь вот в другом месте, на таком же расстоянии, например, там есть открытый. Поэтому здесь есть возможность у наших жителей... Выбирать? Конечно, вот хуже, когда нет выбора. Анна Павловна спрашивает, когда откроется поликлиника в Расторгуево? Расторгуево. На вокзале 8. Там идет капитальный ремонт, значит, такой достаточно серьезный, потому что здание это далеко не молодое, оно имеет еще деревянную постройку, да, есть там. Я просто чуть ли не залазил в этот подвал, это я все знаю. Значит, поэтому там идет такой основательный ремонт, и он практически на завершающей стадии. Встречался и с жителями, значит, из Расторгуева, где мы действительно все это обсуждали, и хочется дать вот именно таких вот хороших условий. Хороших условий и возможностей больше, в том числе, ну, например, по структуре этого здания, которое оно было раньше, ну, невозможно было добавить каких-то там процедур, там, или каких-то консультаций. Поэтому, когда мы идем на ремонт, мы это все учитываем. Потому что, думаю, скоро откроется там на завершающей стадии. Ну, значит, чтобы все было по современному стандартам. Конечно, по брендбуку, значит, плитка, значит, во всех режимных кабинетах. Уже поменяли там все двери, выложили плиткой. Сейчас, в данный момент, выкладывают там пол в режимных кабинетах плиткой, потому что был выложен линолеум. Но с этими подрядчиками мы все-таки договорились, что все-таки выложили плиткой. То есть там уже на завершающей стадии. И это не один объект. И хочется добавить, что везде, где проводится ремонтная работа, в том числе на вокзальной 8, заказано и скоро поступит после ремонта новая мебель и оборудование. То есть ничего старого. Мы все это убираем. Потому что у всего, в том числе у мебели, есть свой срок. Все старое убираем. Будет совершенно новое, удобное. И для пациентов, и для сотрудников. Будет комфортные условия и работы, и пребывания в учреждении. Там все по... Вся мебель по брендбуку. Значит, вот те объекты, которые у нас ремонтируются. Уже часть этой мебели получена. И что мы смогли у себя разместить. Остальное мы оставили на ответственном хранении. То есть там абсолютно новая мебель вся. И вот такой из условий и подхода нашего Министерства здравоохранения Московской области к ремонтным работам каких-то там структурных подразделений. Так что все будет там очень красиво. Ну это 23-й год. 23-й год, да. Это не единственное подразделение, которое у нас в ремонте сдастся в этом году. Давайте вот все-таки немножко тоже о планах поговорим. Какие еще объекты? Давайте поговорим. Не будем скрывать эти новости хорошие. Во-первых, мы говорили о новых введенных объектах. Но опять-таки у нас есть объекты в 22-м году, которые прошли достаточно такой основательный ремонт. Вот это бицепский ФАП «Натурова-6» в Измайлово. Значит, опять-таки запустили. Пуговично отремонтировали. Значит, затем отремонтировали Бутово-парк амбулаторию. Там кровлю, эту несчастье, которая натекла и заливала весь, значит, всю амбулаторию. Все это отремонтировали, остались там мелочи, которые на фасаде и плитка перед входом. Это после потепления. Это из того, что сделали. Опять-таки сделали, значит, был один этап у нас в развилке. Значит, сейчас у нас какие идут, какие подразделения ремонтируются? Это, а, еще отремонтировали детское отделение Володарки. Сейчас своими силами ремонтируют еще взрослые, но сейчас более основательное будет взрослое подразделение Володарка. Значит, затем Новодрожино. Амбулатория у нас там была тоже уже в ремонте, но сейчас. Значит, наконец-таки начали ремонт детской поликлиники, долгожданной. Вот, и здесь у нас тоже был особый подход. Мы не стали, значит, делать частями на всех этажах. Мы все-таки, вот, значит, по согласованию с Минздравом, значит, решили, что будем делать этажами в несколько этапов. Поэтому целиком идет первый этаж. Он идет сейчас, опять-таки, по новым всем нормативам и стандартам. Вот, как мы делали взрослую поликлинику в ходе, что такое большое пространство. Здесь также будет все это. И также там и с травмпунктом будет тоже один из проектов Московской области детские травмпункты. Сделаем травмпункт, который не для повторного приема, еще и для экстренного приема. Все-таки мы понимаем, что, значит, находиться в одной очереди детям со взрослыми в травмпункте, это не всегда комфортно. Поэтому, значит, для детей у нас будет в детской поликлинике с 8 до 8, значит, и первичный прием, и повторный, а остальное время это стационар. Значит, затем развилка детское отделение у нас будет ремонтироваться в этом году. Ну и... Измайловская амбулатория. Измайловская амбулатория, совершенно верно. Уже начала ремонтироваться. Они переехали в этот новый ФАП, уже отремонтированный. То есть, по сути говоря, у нас все объекты, которые у нас есть, подразделения, ну, разве что с горками, да, в горке там еще ничего не происходило, хотя мы своими силами там пытаемся держать в нормальном виде. И из новых объектов, ну, уже говорили, да, Боброва и... Модуль. Работы, работающие много. Ух, выше крыши. Тимур Мадосирович, наверное, вопрос к вам. Вот проект поликлиники «Перезагрузка». Какие нововведения в рамках этого проекта можно назвать жителям? Данный проект достаточно интересный. Мы в этот проект вошли одни из первых в Московской области в начале 2022 года. Проект включает в себя несколько разделов. В том числе, это обновленная навигация, согласно Брэйнбука. Это полностью электронный документооборот. Это удобные зоны пребывания для пациентов. И оптимизация работы медицинских организаций и приведение к общему виду и стилю. Поэтому, если вот жители наши замечают, то во всех практических подразделениях блокторно-поликлинической помощи вывеска «Наша поликлиника». Брэйнбук для взрослых или смешанных синего цвета, для детской поликлиники – это зеленый цвет. Именно по такому брэйнбуку, по таким стандартам и начался ремонт в детской поликлинике, где мы будем непосредственно внедрять в рамках этого проекта и детскую поликлинику. Она уже включена во вторую волну тиражирования данного проекта в 2023 году. А в 2022 в данный проект вошла взрослая поликлиники на Заводской, 15. была изменена навигация. Это достаточно обширный проект, который позволяет нам в рамках внутри этого проекта создавать свои мини-проекты. И мы их создали. В частности, пункт забора крови. Мы создали пункт регистрации пациентов, дали непосредственный забор крови. Это привело к тому, что мы сокращаем время ожидания перед забором крови. Электронная выписка льготных лекарственных препаратов, в том числе с включением телемедицинских консультаций. Открытие кабинета хронических неинфекционных заболеваний, которые полностью занимаются диспансерным наблюдением пациентов. Прохождение диспансеризации или профилактического осмотра взрослого населения в рамках двух часов, в рамках одной медицинской организации. Этот проект мы также организовали на четвертом этаже в отделении профилактики во взрослой поликлинике. Когда мы откроем модуль диспансеризации, то мы в полной мере реализуем тоже данный проект, потому что уже непосредственно в одном модуле пациенту также будет удобно пройти все необходимые обследования. И если выявляются отклонения при первом этапе диспансеризации, мы сразу же будем его направлять в поликлинику на второй этап диспансеризации в течение 14 дней. Далее формируются различные расписания, еще работает в тестовом режиме эта система. То есть пациенту будет открыта запись для диспансерной группы населения, будет открыта запись к тем специалистам, которым по приказу запись только через лечащего врача. Ну, например, если у пациента сахарный диабет, он должен посещать регулярно врача-эндокринолога. Вот у этой категории граждан будет открыта запись, самозапись к врачам-эндокринологам. То же самое по кардиологии, по ревматологии, по пульмонологии, по кабинету хронических сердечных недостаточностей и так далее. Поэтому вкратце, это именно вот из этого состоит проект, но мы должны понимать, что вот этот проект позволяет реализовывать различные наши идеи, и проектов в 2023 году будет очень много. Мы запустим кабинет, который будет позволять пациентам получить определенные виды справок, порядка 10, без посещения лечащего врача. Он сможет сам записаться в данный кабинет. Ну, это по аналогии сестринского поста. Где врач не нужен, он может получить эти справки. Какие-то справки он может заказать уже сейчас через оригинальный портал государственных услуг. Кроме того, про электронный документооборот. Мы запустили, и система эта работает, лабораторную информационную систему. То есть, если пациенты сдают в подразделениях Видновской больницы свои анализы, то результаты будут приходить в личный кабинет на оригинальный портал государственных услуг. То есть, теперь анализы не потеряются? Анализы, да. Потеря анализов минимальна. Бумага экономила. Она практически не должна быть, это потеря анализов. Но здесь есть определенный ряд условий. То есть, должны быть подтверждены личный кабинет на портале государственных услуг. Все личные данные определяются. Да. Пациент должен сам открыть доступ к электронной медицинской карте. Тогда эти анализы появятся. Есть какие-то технические проблемы, о которых нам пациенты должны сообщать. Но дальше при поддержке технической будем эти проблемы решать. Кроме того, иммунопрофилактика полностью в электронном варианте и свою медицинскую карту пациенты также могут наблюдать, кроме анализов и заключения врачей, в своем личном кабинете. Вы неоднократно упоминали диспансеризацию. У нас есть материал на эту тему. Давайте его посмотрим и подробнее обсудим. Наталья Петровна Чеснокова живет в Дрожжино уже более семи лет. Переехала из Москвы. Туда же к столичным медикам по привычке ездила лечиться. Недавно все-таки решила прикрепиться по месту жительства к Южной поликлинике и не пожалела. Быстро попала на прием к участковому врачу и получила направление на диспансеризацию. Очень довольна. Во-первых, близко. Я живу через два дома отсюда. Во-вторых, персонал очень вежливый. Прямо просить, упрашивать не надо. Талончик дать или что-то показать, рассказать. Я сейчас прохожу всех врачей, анализы буду ждавать. Очень довольна, потому что близко и удобно. Из-за роста заражений гриппом и коронавирусом в начале декабря 2022 года все профилактические осмотры в поликлиниках муниципалитета были приостановлены. Сейчас эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и медики вновь возобновили диспансерные приемы. Диспансеризацию рекомендуют проходить один раз в год. Почему я говорю, что это нужно? Всегда профилактика лучше, чем лечение. Мы проверяем уровень сахара, мы проверяем уровень холестерина, мы проверяем кал на скрытую кровь, ПСА, маммография. То есть все те показатели, которые ежегодно, достаточно проверять. Пройти диспансеризацию можно всего за час в любой будний день, а также два раза в месяц по субботам с 9 до 12. Диспансеризация прошла быстро, удобно. Новая поликлиника открылась в нашем районе. Удобно. Сколько потратили времени на прохождение? Около часа. На всех специалистов, на одном этаже. Очень быстро. Если на первом этапе диспансеризации обнаружены отклонения от нормы, медики направляют пациентов к узким специалистам. Здесь на этаже у нас есть офтальмолог, лор. На этаж ниже эндокринолог, уролог, хирург. То есть, соответственно, если есть необходимость куда-то направить пациента, то, соответственно, мы сразу же можем записать его в тот же день, когда пришли результаты. Кстати, маммографию медики советуют делать женщинам после 40 лет каждый год. А мужчинам этого же возраста рекомендуется проходить скрининг на раннее выявление онкологических новообразований предстательной железы. Эти и другие необходимые исследования включены в программу диспансеризации. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Охотно ли у нас люди идут на чекап? И есть ли, скажем так, культура бережного отношения к своему здоровью? Ну, это, наверное, уже больше какой-то менталитет. Это не принудиловка? Это не принудиловка. Было еще какое-то мнение, я там видел, что это врачам это нужно. И из-за того, чтобы у них показатели были нормальные, они заставляют людей идти на диспансеризацию. Это, конечно, нет. Менталитет просто такой, что все всегда откладывают какое-то обследование, профилактические осмотры, в самую последнюю очередь ставят приоритет работу и так далее. Действительно он нужен, конечно же он нужен. И вот мы своей работой и реализацией проекта по диспансеризации, мы показали то, что ее можно проходить очень быстро. И в рамках, скажем так, такой некой благодарности нас ввели в этот пилотный проект по организации модульного центра диспансеризации. Таких три села Московской области. Это у нас, Домодедово и Одинцово. Чем это хорошо? Это тем, что это все-таки отдельное стоящее здание. Это нет смешения потоков. Люди пришли конкретно на диспансеризацию. Опять-таки мы готовы к тому, чтобы выезжать в организованные коллективы на диспансеризацию. На рабочем месте. Вот и в прошлом году мы выезжали. В этом году мы должны получить новую машину, рингенфлюрографа. Опять-таки у нас есть передвижная поликлиника. Так что мы готовы. Организованные коллективы ездят. Но опять-таки все-таки у каждого должно быть самосознание такое, что нужно проходить чекап. Люди ездят за границу за это. У нас здесь все под рукой. И пожалуйста, пользуйся. Всегда все-таки предупредить какое-то заболевание. Это всегда проще, чем, например, лечить, в том числе и для самого-то самого человека. Продолжают поступать вопросы. Их очень много. Давайте отвечать. Валентина Михайловна, я стою в очереди на замену коленного сустава с ноября. Никаких новостей нет. Подскажите, стоит ли ждать дальше? Будут ли подвижки с ноября? Сколько? Два месяца. Есть какие-то очереди? Да вообще их практически не бывает на эндопротезирование. Потому что, ну, во-первых, начну с этим, скажу о том, что не так много больниц у нас есть в Московской области, которые занимаются эндопротезированием, в том числе коленного сустава. Значит, наше отделение травматологии ортопедии, оно владеет всеми и ставит протезы всех суставов, в том числе и коленного. Поэтому, ну, есть у нас заведующие отделением, поэтому, или пусть, или к любому травматологу, любому поликлинике, куда угодно. Значит, обязательно переключим на заведующие. И обычно они стараются делать много операций, у них несколько операционных, и это не потому, что у нас пациентов нет. Наоборот, там все тянуты со всей области, из Москвы, из других регионов. Из-за того, что, значит, построена работа так, что быстро все это делается. И поэтому очередей у нас особых нет, поэтому, я думаю, что это какой-то эксклюзивный случай. Марина Викторовна, ранее в стационаре... Я прошу прощения, значит, что касается обеспечения, эндопротезы у нас есть. Это и тазобедренные, и коленные суставы, причем это премиум класса протезы. Это протезы, значит, ведущих производителей мировых, поэтому здесь проблем нет. Можешь ка удивлял. Марина Викторовна спрашивает, ранее в стационаре работали газетные киоски и мини-магазины. Стоит ли ждать их в Винновском стационаре? Ну, наверное, это какой-то тоже эксклюзив, чтобы газету почитать. Сейчас все эти... Ну, дело в том, что сейчас, конечно же, все это будет. Мы, во-первых... Кафе, кафе еще, да? Ну, еще кафе, да. Еще кафе, еще рестораны, чтобы жарить, парить. Безусловно, все это сделаем на современном уровне. Если говорить про стационар, то мы, значит, в преддверии капитального ремонта. Если все будет хорошо, то мы в следующем году уже уйдем на капитальный ремонт стационара. Частично будем уходить, поэтому, безусловно, после капитального ремонта все это будет предусмотрено. Ну, хотел бы еще добавить там про стационары и про оснащение. Значит, понимаю, что Острове, правда, не увидел этого вопроса. Думаю, что... К этому, конечно, привыкнуть невозможно, но все равно. Единственное, аппарат МРТ, который у нас в Ленинском городском округе, он у нас стоит сломанный, и мы ждем ремонта. Однако, значит, на 23-й год у нас планируется установка и компьютерного томографа нового, и МРТ в стационар. Ну, и достаточно большой... Есть вопрос про МРТ. Лидия Николаевна, это записано в апреле на МРТ, но там сломался аппарат. Есть шанс, что к апрелю... Ну, у нас-то в ряде по Саркопле, но, опять-таки, у нас есть маршрутизация. По маршрутизации мы отправляем на бесплатные исследования, значит, в ближайшем доме Дедово, в частности, может быть, там сломался. И в Москву мы направляем, поэтому... По маршрутизации, исключительно по маршрутизации. И заключительный вопрос от Николая Борисовича. Будет ли в Видном строится новая муниципальная стоматологическая клиника? Ну, вопрос, наверное, не к нам, потому что все-таки это другое учреждение, да, юридическое. Но знаю, что они переезжают в какое-то там здание. Но если говорить о совместном проекте, то вот мы вместе... У нас тоже есть стоматологические кабинеты у наших подразделений. И вот мы один из совместных проектов, значит, стоматологической поликлиники Видновская. И у нас мы в развилке открыли вместе такой кабинет. Мы обеспечили оборудованием новым, современным. Они обеспечились специалистами. Поэтому, ну, думаю, что да. Бутай Гайдарович, Тимур Мудасирович, спасибо вам за интересную беседу. Очень быстро пролетело время. Да, спасибо. Тема очень актуальная. А я напомню, что у нас в студии были главный врач Видновской районной клинической больницы, Бутай Бутаев и заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической сети Тимур Асанов. Спасибо вам за внимание. До новых встреч и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова